Так, что у меня еще есть? У меня я вижу тут груша лукашевская, ну тут все на стратификации Груша уссурийская, если бы не она у меня не было бы сладких груш. Так, тут тоже есть несколько пакетиков без песочка. Тоже замачивать, да? Нет, не надо. Дело в том, что она быстро всходит, вот. Поэтому сразу сырой этот самый, она может зайти, но раньше чуть позже. Чуть неизвестно, когда весна будет. Знаете, почему я высылаю многим? Я сейчас объясню. Многие удивились, когда получили и в песке, и сухие, и вы тоже. Почему я так делаю? Вот, если бы раньше сухие, если вот позже и сейчас же будут заказывать, да, наши зрители будут заказывать, вот. Только стратифицированные. А вот наступает такой момент, когда неизвестно, какие лучше пойдут. Почему? Ну, например, человек пожаловался, что у него там, допустим, через три недели вдруг пошли эти самые же груши, да? Три недели. Почему так? И он говорит, ну так же не может быть, у него же срок стратификации, там с*** есть. Я говорю, так стратификация началась не тогда, когда в сором песке, а ещё когда осенью в холодильник положили. Уже в холоде лежат. Пусть сухие, но уже в холоде лежат. Поэтому и срок стратификации очень размытый. И я последнюю нудную скажу, и Антону Валерьевичу я отключаюсь. Потому что это, ну, больше не могу говорить физически. Значит, ещё раз скажу. Срок стратификации на них влияет что? А. Естественно, срок закладки. Почему? Например, полагается сливы, косточки хранить, пески. Большинство источников пишут 6 месяцев, некоторые 5-6 месяцев, некоторые 150 дней, некоторые 180 дней. Ну, это получается всю зиму. Вот вам пример. Какой мы сорт открыли? Сувенир Востока, да? 2 из 10. У меня было 4 из 50. Уже в одном письме тоже зашли. Вот вам и полгода. Значит, не только от срока зависит, раз, стратификации, правильно? Второе. Влажности зависит. Ведь оно может вообще не взойти. Влаги не хватит. Не хватит. Они же суховатые. Большую часть осени и зимы где провели косточки? В сухом виде. Они подсохли. У них съёжилась эта ядрышка. И не хватило влаги для того, чтобы насытиться вновь. Они живые. Но насытить так, чтобы разорвать оболочку. Значит, что получается? Влажность и тут две крайности. Нехватка или перевлажнённые. Перевлажнённые могут сгнить. Дальше. Наличие, это я уже нудную лекцию читаю. Наличие органики прямо в этом, в этом самом песке. Мне приходилось тоже попадаться на этом. Я лепесток беру с подсосин. Он чистый. Его строители берут. И где-то, видимо, чуть ли не того черпнул. Смотрю. Трёхлитровая банка покрелась плесенью. Пусть у меня это единственный случай. Но он настораживает. Я же не знаю у моих покупателей, сколько органики в их песке. Есть заменители песка, но они даже продаются. Не пробовал, не знаю я. Пусть звучат другие. Вот. И что ещё влияет? Температура. Это в идеале 0 градусов. Да и я не могу выдержать 0 градусов. Дверцы холодильника сзади двадцать раз хлопнули. Какая 0 градусов? Вот так вот. Я ещё не выслал тогда пятьдесят этих самых упаковочков с крыльями. Вот. Я фильм делал. Ну, собственный фильм. Сам себе режиссёр. Я ещё не выслал от сувенир Востока. А из пятидесят четыре хлопнуло. Вот вам, пожалуйста, холодильник. Хранение холодильника. Ну, а дальше. Желаю его купить специально для холодильника через термометр. Работу я уже купил. Всё, уже есть. О, есть. В школу. Так, а что там вот сейчас такое толстое у вас в руках? Давайте вскроем и на этом закончим. Просто из любопытства. Есть там проклянувшиеся или нет. Почему? Потому что сливу мы нашли. А она такая вот эта. Она и не должна была всходить-то по теории. А абрикос должен был бы хотя бы по одной на десяток. А получается, что мы какой-то уже вскрыли. Я забыл, какой сорт мы вскрыли. А они спали. Что? Какой-то сорт мы вскрыли, а они все спали. Это был жердель. Жердель. А, ну, жердель и жердель. Вот. Я-то привык работать с нашими уже. Хотел сказать, местными. У нас уже абрикосы стали почти ветеранами, почти этими старожилами. Вот. Вообще бы в стране были бы такие. Ну, давайте, с волнением смотрю. Есть хоть одна покрылась? Хотя бы нежелательно. Нет, я не скажу. Сейчас пять. Сейчас пять. Ну, ладно. Будем считать, что для учебы нам хватило. Так. Ну и все. Поздравляю вас, Антон Валерьевич. С рождением садовода. С головной болью. У вас и так времени на все не хватало. Сейчас, пожалуйста, отменяйте все мероприятия. Сон. С работы увольняйтесь, да? Обедайте, как я, один раз в сутки. Спите по пять часов. Я этого же желаю. Вот. Шутка. Так. По поводу вишни. Я нашел штамповую с генами черешни. А с генами персика эту войлочную не нашел. Знаете, ничего уже не было. Почему? Потому что я когда... Это самое... Как бы... Информация устаревает. Вот уже кончилось, а я все думаю, что есть. Я вам когда собирал посылку, я все подряд вот так вот. С каждого пакетика. Ложил, ложил, ложил все, что мог. Вот. Ладно, Валерий Константинович, спасибо вам за заботу, за семена и за информацию. За зажмешки, за приколы. Да. За все, что вы разбавили учебу. Как бы за позитивом. Вот. Надеюсь, что это не только мне поможет наше с вами занятие, а еще, если мы все это дело сделаем в единый какой-то фильм, видеоролик, то и остальным участникам процесса этого весеннего марафона с посадкой. Вот. Ну все, спасибо за внимание. Всем до следующего видео, получается. Да, по-моему, это новая серия под названием «Дом-3» или «Сад-1». Реалити-шоу на новом этапе. До свидания.